Всем привет! Продолжаем ознакомиться с работами художников Эдвинд Лорд Уикс, американский художник-орианталист. Эдвинд Лорд Уикс родился в Бостоне, штат Массачусетс в 1849 году. Его родители были богатыми торговцами, специями и чаем из Ньютона пригорода Бостона. Будучи обеспеченными людьми, они могли финансировать интерес сына к путешествиям и живописи. Я цитирую переводную википедию, данных очень мало, но вот сколько есть. В молодости он посетил Florida Kids, чтобы рисовать там, и также отправился в Южную Америку, в Суринам. Его самые ранние известные картины датируются 1867 годом, ему было тогда 18 лет. У него начали появляться хорошая техника, способность к композиции. В 1872 году Уикс переехал в Париж, став учеником Леона Бона и Жанна Леона, Жерома, знаменитых художников. Жером – король ориенталистов. После учебы в Париже Уикс постепенно стал одним из самых известных художников-ориенталистов Америки. На протяжении всей своей взрослой жизни Уикс оставался заядлым путешественником, уезжая в Южную Америку, Египет, Персию, Марокко, Индию. Свою работу Уикс почти ежегодно выставляет на Парижском салоне. Он получил почетную медаль в 1884 году, затем медаль третьего класса в 1889, а затем и золотую на Всемирной выставке 1889 года. И в 1896 году получил орден почетного легиона. В 1895 Уикс написал и иллюстрировал книгу о своих путешествиях, которое называлось «От Черного моря через Персию и Индию». А уже в 1897 году опубликовал книгу «Эпизоды альпинизма». В ноябре 1903 года Уикс скончался в Париже. Надо сказать, что кроме ордена почетного легиона Уикс был офицером ордена Святого Михаила в Баварии, а также членом мюнхенского сецессиона художественного общества. Вот так вкратце о американском художнике и ориенталисте Эдвин Лорд Уикс. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Всего хорошего. Смотрим работу. Субтитры сделал DimaTorzok